Всем привет! Среди комментариев к видео на канале накопилось уже достаточно много просьб продолжить серию видео про реальные SCP, а значит эта тема вам интересна и пора и правда ее продолжить, ведь сама себя она не продолжит. Конечно большинство объектов SCP являются или отсылками на какие-то другие произведения, на Кинга там или Лавкрафта или иносказательным пересказом каких-то переживаний, как например SCP-3008 «Бесконечная Икеа» на самом деле описывает чувства автора, когда он будучи маленьким потерялся в этом большом магазине, ну или обыгрывают разные конспирологические теории. Некоторые же объекты вообще являются чистым вымыслом, полетом фантазии автора, однако какие-то объекты имеют реальную основу. И это видео будет уже второй подобной подборкой объектов, основанных на реальных вещах. Ссылка на первую есть в описании. SCP-668 это кухонный нож, обладающий одним опасным свойством. Если им пользуется убийца, никто не обращает внимания на его злодеяние. Объект очень опасен, потому что попав в руки даже обычного злого человека, он может привести к огромным жертвам. А что будет, если такой нож попадет в руки или лапа к какому-нибудь сверхъестественному существу, который к тому же ненавидит людей? В самом тексте этого SCP говорится, что объект был обнаружен в Нью-Йорке, когда преступник убил девушку. Это видело 38 человек, но никто ничего не сделал. Все впали в апатию и лишь безучастно наблюдали за злодеянием. Звучит довольно фантастично. В реальности ведь так не бывает. И правда так не бывает. Ведь это то, как и писали реальные события газеты Нью-Йорка. Вернее газеты Нью-Йорк Таймс. Но само по себе все это происходило в действительности. Хоть и реальность оказалась несколько скучнее вымысла журналистов. Преступление видело 10 человек, и каждый из них решил, что ничего особенного не происходит. Хотя почти каждый из них немного вмешался. Кто-то крикнуло преступника, кто-то позвонил в полицию и сообщил о пьяной драке. Но свидетели по разным вполне объективным причинам недооценили серьезность события. Некоторые подумали, что происходит семейная ссора. Другие решили, что ведет драку бездомных. Еще один подумал, что на улице кричат наркоманы. Ни один из звонивших в полицию не описал событий именно как убийство. Потому стражи порядка отложили этот вызов в долгий ящик. В общем, по сути, это стечение обстоятельств. Жертве сильно не повезло. Однако журналисты представили все несколько иначе. Описав все так, как будто это случилось посреди оживленной улицы, где 38 абсолютно безучастных людей смотрели, как убивают другого человека и ничего не делали. Именно такая версия этого события дословно описывает действие SCP-668 под названием 13-дюймовый кухонный нож. В общем, все было не так. И вообще фонд SCP уже надежно хранит эту вещь. Так что не о чем волноваться. Примечательно, что фамилия жертва была Дженовеза. Точно так же по-английски зовется Генуэзский нож. А это такой вид ножа, который запрещен во многих странах, так как его особая конструкция делает его очень опасным оружием. Прямо какой-то парад совпадений. Надеюсь, фонд обезопасит, удержит и сохранит. Многие жители небольшого американского городка под названием Таос слышали странный шум. Звук доносился из пустыни и был похож на работу крупного двигателя. При том, что в самой пустыне ничего не было. Ни дороги, ни каких-то заводов, ничего-то еще. Только песок и камни. Загадка таосского шума быстро наделала шума. Но проблема в том, что никто, кроме жителей маленького городка, его не слышал. Ученые звук не зафиксировали. Не слышали его и многочисленные туристы. Однако все они ехали в маленький городок в надежде прикоснуться к таинственному. А значит, оставляли деньги в местных отелях, забегаловках и покупали сувениры. На волне такого успеха таосского шума жители других маленьких городков начали тоже говорить, что слышат шум. Волна хайпа понемногу нарастала. Подключились и журналисты желтых газет, экстрасенсы и прочие сильно уважаемые люди. После этого слышащие шум начали находиться во всех странах. А на русском языке даже вышел фильм под названием «Шум земли». В фильме утверждалось, что шум теперь слышно и в Ростове-на-Дону. И там он приобрел новое свойство. Он создает ощущение паники. Объяснения даются этому самые разные. Явления пытаются объяснить ученые, маги, домохозяйки, бомжи. Но даже такое собрание не приближается к разгадке тайны шума. Фильм «Шум земли» вышел в 2013 году. Но за год до этого еще в 2012 на сайте SCP вся информация уже была раскрыта. Если бы авторы фильма зашли на сайт фонда, им бы не пришлось брать интервью у экстрасенсов и колдунов. Проводя свои аномальные исследования, фонд SCP открыл, что в случае сочетания определенных звуков может начаться конец света. Из-за цепной реакции распада всей материи. Проект этот получил обозначение SCP-1012. И для предотвращения этого события фонд построил сеть установок по всему миру. Для того, чтобы они издавали звуки, которые перебивают те аккорды, что могут привести к концу света. Обычно этот звук не слышен человеком, потому что он находится в ультразвуковом диапазоне. Но как написано в примечании к SCP-1210, в Таосе и в некоторых других маленьких городках на планете, геологические и погодные условия таковы, что работа установок фонда становится слышна как тот самый загадочный шум земли. В общем, снова ничего необычного. Просто фонд SCP занимается своими делами. Как говорится, тут не на что смотреть. Кстати, одна из установок, что изображена в самой статье SCP-1020, это знаменитый радар, находящийся в зоне отчуждения в Чернобыле. Известный фанатам игр серии S.T.A.L.K.E.R. как выжигатель мозгов. Вот вам и кроссоверы, и поле для теорий. Да, не все шумы одинаково полезны. Ладно, эти два случая это просто пример массового помешательства, на которые были написаны статьи SCP. Но когда я путешествовал по сайту, я нашел действительно интересную штуку. Это SCP-3310. Пока что этот объект есть только в английской версии сайта, но еще в испанской и китайской, если быть точным. Суть его в том, что это озеро, в котором не видно тело в воде, но видно бревно в воде, которое с самого 1896 года торчит из водной глади и никак не изменяется со временем. Точнее, никак не изменяется его внешний вид. Но вот местоположение напротив меняется постоянно, и люди видят деревяшку в разных местах озера. Все попытки взаимодействовать с ним приводят к разным загадочным и иногда пугающим событиям, достойным неплохого такого фильма ужасов. По поводу самого бревна, такое действительно есть. И находится оно не где-нибудь об озере Крейтор, которое, как считается, образовалось в результате чудовищного извержения вулкана. А само бревно зовется местными жителями Старик, и оно действительно путешествует по всему озеру с самого момента своего обнаружения в 1896 году. Забавно, что проводилось даже отдельное исследование перемещения этого бревна, в ходе которого была нарисована подробная карта его движений, на которой видно, что бревно не любит сочевать на одном месте. В объекте SCP оно реагирует на попытки влиять на него значительными изменениями реальности, которые всегда начинаются с внезапного изменения погоды. Появляются плотные облака, начинаются штормы, внезапно проходит плотная стена дождя или снега. Например, согласно документам SCP, в 1988 году гражданские исследователи прибыли на озеро со своей подводной лодкой, но когда они собрались совершить погружение, погода так резко изменилась, что исследователи в ужасе покинули проклятое место. Забавно, но такое событие было в реальности. Но во всяком случае, история такая ходит, что некие исследователи днищ разных подводных собрались погрузиться на дно озера, и для того, чтобы расчистить себе путь, они решили привязать бревно по имени Старик к единственному острову на озере, который, к слову, называется Остров Колдуна. Если верить этой истории, сразу как Старик был привязан к колдуну, начался шторм, и сразу как Старик был отвязан, шторм прекратился. Это страшно напугало суеверных подводников, и они в ужасе покинули это место. В тексте, SCP-3310 написано, в общем-то, то же самое. А ещё пишут, что во времени погоды появляются различные аномальные сущности. Странные и пугающие человекоподобные существа, неуязвимые даже для огнестрельного оружия, похожие на животных монстры, и просто какие-то абстрактные чудища снуют то тут, то там, в тумане и тенях. Неужто и это имеет какую-то реальную основу? Википедия сразу обнадёжила меня тем, что это место считалось священным у местных индейцев. Их далёкие предки видели огромные извержения, образовавшие это озеро, и стали поклоняться этому месту, считая, что озеро наполнено духами, посещается богами, а также душами умерших. Но тут у нас не кружок культурологов, и интересует нас немного другое. Ещё немного поиска в интернете, и вот оно, сайт поехавших конспирологов. И вы знаете, про этот кратер лейк чего только нет. Полный шведский стол. Одни говорят, что видели там снежного человека. Другие пишут о страшных чудовищах. И конечно же не обошлось без пришельцев, которых ловят вблизи загадочного озера уфологи. Целый какой-то Гравити Фолс там собрался. Кстати, озеро это находится в штате Орегон. Действие Гравити Фолс происходит в этом же штате. Ещё в Гравити Фолс есть озеро с загадочным островом. И всё это связано с духами индейцами. Совпадение? Да нет, конечно, это же прямая отсылка, прямее некуда. Но тут мы не мультики обсуждаем, а серьёзную поехавшую конспирологию, на которой ещё и основан объект SCP. Так вот. Главное, конечно, это связь всей этой конспирологии с верованиями индейцев, которые помещают в озеро злейшего из своих духов. Ну точнее, как помещают. По их древним легендам, озеро появилось в результате того, что в этом месте сразился главный дух добра и главный дух зла в их религии. В результате чего злой дух был утоплен в озере. Отсюда и все недобрые силы этого места. Было бы круто, если бы в объекте SCP об этом упоминалось. Хотя подождите-ка, весь этот индейский миф объект SCP цитируют целиком. Более того, его дальнейшая история строится именно на нём. А ещё круче то, что этот SCP-3310 входит в отдельный хаб, раскрывающий множество подобных историй. Жаль, что почти ничего из этого хаба не перевели. Кажется, мне этот объект это просто лучший пример работы с реальными историями из всех возможных. Побольше бы таких. Вот такие вот в SCP есть реальные объекты. Как думаете, стоит продолжать вообще эту тему? Всем пока!